Агентство ТАСС. Вопрос российскому министру. Сергей Викторович, глава Министерства обороны США, заявил, что Вашингтон примет практические действия в случае, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Скажите, как Москва относится к таким обвинениям и проводятся ли какие-либо консультации с американской стороной по данному вопросу? В принципе, любой договор уже внутри себя предполагает положение о том, что в случае его нарушения какой-либо стороной происходят какие-то конкретные действия в ответ на такое нарушение. Но сам факт нарушения должен быть установлен не в пылу полемики, отвечая на вопросы конгрессменов или журналистов, а в рамках тех структур, которые соответствующим документам созданы. Мы неоднократно в ответ на вопросы, которые у американской страны возникли к нам в связи с договором о ракетах средней и меньшей дальности, предлагали им провести предметные консультации, при условии, конечно, что кроме голословного обвинения наши американские коллеги привезут какие-то факты, подкрепляющие их утверждение. В сентябре такие консультации состоялись. Накануне нас заверили, что конкретика будет предъявлена. Этого не произошло. И разговор, в общем-то, ограничился достаточно такими общими фразами с американской стороны. Но мы использовали тот контакт для того, чтобы свои конкретные, предельно специфические озабоченности тем, как американская сторона выполняет свои обязательства, предъявили. И выразили готовность продолжать разговор, но, конечно, на серьезной профессиональной основе. Наши американские коллеги продолжают, к огромному сожалению, эту тему без подкрепления фактами раздувать в медийном пространстве. Параллельно предлагают продолжать консультации. Мы готовы к этому. Но в связи с тем, что вопрос явно политизируется и используется для нагнетания какой-то дополнительной ненужной искусственной напряженности, выступая на днях в Женеве на конференции по разоружению, я тоже публично изложил те претензии, которые мы хотели бы с американской стороной обсудить. Но, повторю, мы не хотим делать это через микрофоны. Надо садиться, встречаться, рассматривать конкретные озабоченности. Мы к такой работе готовы, но она должна быть полностью деполитизирована и должна опираться на профессиональный диалог. Тема слишком серьезная, чтобы на ней спекулировать. Насчет второго вопроса. Это было о чем?